Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире программа Разворот. Сегодня веду его я, Алиса Прухорова. Помогает мне звукорежиссер Евгений Копеин. И сразу напомню, телефоны прямого эфира 672 12 93 9 672 13 93 9 Звоните нам, а также пишите в видеочате на портале mixnews.lv Присоединяйтесь. И напомню, что вы можете нам звонить и при помощи нашего мобильного приложения Mix Media Radio. Там есть кнопка автодозвона, вы можете нам звонить по телефону или по скайпу. Так что подключайтесь. А в гостях у нас сегодня президент клуба защиты окружающей среды Арвид Сулмас. Здравствуйте! Здравствуйте! И сегодня мы обсудим вопросы, касающиеся защиты нашей окружающей среды. Вот в частности поговорим о чистоте и состоянии наших пляжей, поскольку буквально вчера нас всех взволновало сообщение о распространении сине-зеленых водорослей на пляжах в Эцаке и Даугалгриве, из-за чего там на короткое время было запрещено купаться. Однако вот после повторных замеров качества воды Инспекция здравоохранения не обнаружила в этих местах массового размножения сине-зеленых водорослей и какого-либо другого загрязнения, поэтому отменила запрет. И вот, господин Олума, давайте начнем, может быть, с этой темы. Насколько могут быть опасны сине-зеленые водоросли? И учитывая, что вновь было разрешено купаться, водоросли могут не представлять опасность, как я понимаю. Я думаю, что начнутся теплые дни, и этот опять будет запрет купаться, поскольку эти зеленые растения, они токсичные. И причина этому есть, как загрязнение моря от фосфора, от сельскохозяйственных. И это очень, ну, очень опасно. Дело, что эта токсичность бывает у некоторых водоросли зеленых, которые сто раз превышают цианкалы. Это довольно токсичное. Но дело не в том, что купаться, а дело в том, что и эти водоросли, они, рыбы тоже токсичные становятся и так далее. То есть рыбу нельзя ловить, скажем, да. Ну, если они будут продолжаться, то это может, ну, такая экологическая катастрофа. И вообще Балтийское море, одна из самых загрязненных морей в мире. И как-то не чувствую, что это особенно беспокоит. Ну, особенно в Латвии нет никакой такой программы, чтобы немножко эти сельскохозяйственные и эти отходы, которые, ну, закон или какие-то мероприятия, чтобы их, ну, остановить. Все реки, все идет в море. Ну, и это как раз мы думаем, мы думаем в начале сентября, второе сентября, уже вот 30 лет тому назад, мы такое возле моря, ну, такой акции. Акции сделали, да? Море, да. Это лукшина. Молитва? Молитва возле моря, да. И будем приглашать, и там, чтобы все люди там вышли в море, чтобы они, ну, как-то почувствовали, что это точно такая наша жизнь. Вот если так, если есть время там глубокой экологии, я напомню, что есть только два элемента, которые носят нам жизнь. Эта вода и, ну, солнце, огонь. Остальные все, которые, все мы употребляем эту жизнь. А жизнь как такой носит именно вода. А в духовном сфере вода как символ, символ, ну, доброты. И если думать, кто загрязняет море, то там сельскохозяйственное, химия, пластмасса и так далее, но самое, что загрязняет, это отсутствие доброты, ну, так скажем, что он вот может выбросить, он там, а, это не мое дело, это не так, это, ну, там все течет, ну, пусть течет. Отсутствие ответственности, может быть? Нет, именно доброты, именно милосердности, ну, пазами, ибо есть, что можно сказать. Покорность. Покорность, да. Это символ воды, в духовном плане это символ покорности. Такой, ну, доброты, ну, и... Но вопрос ответственности, это уже такой, такой, ну, более такой, ну, не так духовный этот, ну, вот тебе будет плохо, если ты будешь делать плохо. Но, когда не видно, и когда этот, тебе не может этот, тогда все равно. Сельско-хозяйственная такая, они думают, это химия, которая им воспользуется, например, рапши, чтобы у нас этот рапши раньше не растили. И только, когда выдумали химию, в которой этот масло можно, чтобы быстрее оно выросло, тогда, тогда начинали этот рапши, этот расти. И этот... И везде, как мы едем по Латвии, так видим, как эти... Брызгают эти химикаты. И закон, как такие, существует, более мнение, и как-то... Но все равно все продолжается. Ну, в море еще есть эти химические, которые... Химические оружия, которые... Со времен войны. Да, которые сотни тонн, и сейчас уже столько лет, что на любой момент может эти контейнеры, ну, открыться, да. И что тогда будет. И так далее. Есть очень... И мы поэтому этот... Молитва возле моря, это чтобы привлечь внимание, что это море действительно уже, ну, молиться надо, что оно умирает. Но как-то нас не понимает. Мы хотели вообще такую новую инициативу, как Балтийское море, как море мира. Раньше было в советское время Балтийское море. Думаю, очень хорошее такое, как порт мира, чтобы здесь не были никакие там военные там учения, и чтобы было какое-то место в этой планете, где нет этих атомных, и так далее, и так далее. Ну, насколько это осуществимо, на Ваш взгляд, учитывая, что там учения постоянно проводятся? Я думаю, если, ну, вокруг тем странам, которые живут... Вокруг Балтийского моря. Вокруг Балтийского моря, что они... Там есть люди, которые понимают серьезность в состоянии моря. Я был орал в море, когда она... Это одно из моря, которое умирает. Умирала уже. То дело в том, что возле этой моря километров 20-30 такой запах, ну, уже такой... Жить невозможно там. И так померяем возле моря, что если начнется этот процесс, тогда этот... Этот вопрос жизни, конечно. Ну, я думаю, люди... человек такой, что он... Только когда уже видно, что, ах, уже воняет, уже не можно купаться, не можно рыбу ловить, не можно то-то, тогда вот начинает. А почему так? Почему никто ничего не делает? У нас нет даже Министерство Среды, как отдельное. У нас есть Министерство Охраны Среды и Регионального Развития. Да, вместе, но сам какой-то такой... А, отдельно вы имеете в виду Охраны Среды? Да, что ты делаешь насчет, ну, например, насчет моря, да, и что делает сельскохозяйство, как остановить этот сельскохозяйственный этот выбросы и вообще, ну, микропластмасса, это тоже, это такая страшная вещь, да, это все эти пластмассовые тели, там, ну, вообще, ну, очень так состояние, мне надо, мне кажется, лично, чем ближе мы углубляемся в эту проблему, чем она так, ну, трагична. Да, тем больше понимаем масштабы. Да, понимаем, что это, ну, серьезно, это не то, что какая-то клуб защиты среды, там, барабанит, там, что-то ему там надо, но, но, я думаю, что, как-то здравый смысл когда-то начнется, восторжествует. Но это только тогда, когда люди, ну, сами будут потребовать политики, а ждать, чтобы они там, там, что-то там будет там принимать меры, законы, ничего не будет делать, если не будут в общество такой потребности. Мы хотим тоже в этом сентябре, чтобы 30 лет назад вышли в этой молитве возле моря 300 тысяч людей. И в Эстонии, и в Литве колонны машинами ехали, мы там в руках создали. Не было никакой Балтийской там дороги, ничего, но мы как раз экологии, море подняли этот вопрос. И очень, ну, сразу и министерство основали, и средства выделили на этой проблеме, и общественным организациям всякие проекты, и фонды создали, да. Ну, постепенно это уже цикл, и сейчас вообще этот фонд, который, ну, уделяет как будто для, для, ну, чтобы общество подняли в этом опросе там, или там в школах, или ехали там, такой, он, этот фонд фактически работает, он свои деньги там отрабатывает, так, все тихо, все хорошо, какие-то зеленые флаги, там, ну, с циней флагой, этот, и все как будто хорошо, но, но, но это дело в том, что наружу как будто все нормально, идем, едем, плаваем, купаемся, ах, нельзя, ну, ладно, дождь придет, все почитаем, упеть будет хорошо, но, но, дело в том, что каждым годом ухудшается это состояние, эти химические отходы, эти, ну, эти военные, эти, которые остались после войны, это химическое оружие, они так, так, сами по себе нигде не денется, да, надо с этим, ну, одна страна, она другая, там, другая, на ту, там, Германия, там, Россия, там, там, нефти, там, или что-то, тогда есть деньги, но деньги, когда надо для, для моря, для, для жизни, эти, как-то, не находятся. А вы вот говорите, что общество должно больше обращать внимание политиков на эту проблему, а какие именно, вот с помощью акций, то, что вы говорите, или какие-то еще действия, вот, на ваш взгляд, нужно предпринять, что именно может сделать, что именно может сделать общество, должно сделать в этой ситуации? Ну, во-первых, те, которых есть, это информация о ситуации в море, ученые, экологии, и так далее, им должны дать слово, дать возможность опубликовать. А им не дают возможность? Ну, все, деньги, деньги, там, там, то, что у него есть, эти данные, то это ничего не значит. Я, так как я, я напишу, книгу стихов, ну, хорошо, ну, вот написал, хорошо, но мне надо этот, издать, платить, чтобы издали, а потом нести по издательстве или там по магазинам, чтобы... Ну, то есть распространить информацию о проблеме. И ехать, ну, в лекциях, там, конференциях и так далее, так, чтобы общество понимали серьезность ситуации. Так она, она же не виновна, что она так не знает. А те, которые хотят, чтобы все было, ну, нормально, так, все как есть, все как, ну, чтобы, ну, те как-то, как-то не особенно об этом говорить. Я, ну, вот, это одно дело, чтобы, конечно, тоже, когда общество понимает, это серьезность ситуации, море, тогда найдется деньги, которые тоже будут, будут, ну, будут потребности, они будут вынуждены выделить средства для всяких и акций, и для распространения информации, и для конкретных законов, чтобы восстановить возможности и насчет там отхода, мусора, там, не только сельскохозяйственной химизации, это страшное дело, это вообще, это же химия, она только такая, как будто нету в этих рамках, которые запретных, они по другому названию, и как-то всяко, это такие фирмы, да, что они обходят хитро все, и все равно они заходят в море, да, Да, у нас сейчас перерыв на новости и рекламу, мы прервемся, через несколько минут вернемся и продолжим, не переключайтесь. Добрый день еще раз, продолжается программа «Разворот», в студии у нас сегодня президент клуба защиты окружающей среды Арвит Саул, мы говорим о чистоте и защите окружающей среды, о состоянии наших водоемов, подключайтесь, звоните нам по телефону 672-12-93-9 и 672-13-93-9 и также, напомню, вы можете нам писать в видеочате на портале mixnews.lv или звонить нам при помощи нашего мобильного приложения Mix Media Radio. Мы в первой части немного поговорили о состоянии Балтийского моря и также о распространении сине-зеленых водорослей на пляжах в Эцике и Даугагриве, вот напомню, что там на короткое время было запрещено купаться из-за этого, но сейчас после повторных замеров качества воды инспекция здравоохранения отменила запрет, и вот вы в первой части упомянули, что если станет жарче, то этот запрет опять придется ввести, вот почему? Потому что она как раз когда в жаркое время нету дожди, она распространяется, она как-то и у нее становится более токсично, чем жарче, чем вода теплее, чем этот водоросль, он как раз сильнее становится. А как так получается, что когда температура ниже, еще не так опасно? Да, да, ну так, например, прошлое лето, когда было много дождя и холодно, и было там, ни один раз не было запрет. Ну да. Или ночи, когда холодные ночи, вот почему этот запрет сняли, потому что были холодноватые ночи, но сейчас как будущий месяц, чтобы ночи будет тоже теплее. Как ночи будут теплее, так этот водоросль, он будет уменьшаться. Да, ну вот как известно, на море встречаются и простые зеленые водоросли. Как вот людям отличить простые от опасных? Подсвет. Единственное, как этот подсвет, этот вот, когда зеленый такой, ну и по запаху, но я не особо это. Ну, вообще, надо, когда на пляже видишь, надо смотреть место, ну и детям именно, чтобы они там в песках когда, чтобы они не игрались там, где есть эти зеленые водоросли. Где-то там метра направо, налево, но чтобы там их не было в глазах или они токсичны. Это так. Но дальше в море уже не так уже, когда уже там видно, что. А может быть, вот какие еще растения помимо водорослей в воде или на суше могут угрожать опасности человекам, вот которые именно часто встречаются в Латвии, да, и каких из них может быть нам нужно опасаться каких-нибудь вот основные какие-то, что назовите? Ну, не, я не знаю такие опасные именно водосределения, которые там особенно надо избежать, ну, просто надо то, что не знаешь, может быть, не бери руки, да, такой мой совет, а так назвать то или другое там довольно сложно, можно, но дело в том, что у нас наше среда есть очень такая добро желательная к человеку, и мы очень такие, вся наша природа здесь при Балтике это очень такая добрая и она она так если мы так же будем относиться, она к нам тоже ничего плохого не делает. Да, давайте примем звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Добрый день. Добрый. Ну, я так понимаю, что пока у нас такие руководители защиты среды, которые предлагают на единственную акцию это помолиться на берегу моря, у нас окружающая среда в большой опасности. Какие действия вообще должны восприниматься, предприниматься по этому поводу? Кроме того, значит, окружающая среда, где был этот клуб окружающей среды, когда в 100 метрах от жилых домов построили нефтетерминал на Туайку? Что это такое вообще? Чем они занимаются? Спасибо. А где построить домов? На Туайку, на улице Туайку. Клуб защиты среды это может быть нам надо пригласить из министерства ответственных там, которые дают эти разрешения, которые делают экспертизы перед этим, что разрешить, какие там или нет. Мы очень чем занимаемся. Мы как можно остановить, мы делаем все, чтобы остановить всякие загрязненные заводы или какие-то переработные такие. Суд подаем и так далее, и так далее, но все это мы не можем запретить, у нас нет таких полномочий. У нас единственная сила, у нас это есть вот такие люди, как вы как звонили, чтобы вы сами пришли, что мы делаем? Мы делаем то, что вы скажете. Вот приходите в клуб защиты среды и говорите вот так и так давай делать то и то, чтобы останавливать какое-то плохое действие. Но бизнес есть своя, у них свои законы, они под защитой своей юристи и так далее, и остановить производство такое какое-то нам не нравится, это не так просто. И как клуб этот невозможно. Если вы предлагаете насчет молитвы, да, но я говорю это просто, чтобы вопрос экологии, это во-первых, это вопрос доброты, и вот люди как раз не хотят этого понимать, и думают, что всякими законами, запретами, там, там, тогда все будет нормально. Будет нормально, когда люди будут не захочут делать плохо природе, и тогда этот такой процесс целый. Я напомню, телефону прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9 звоните нам, также вы можете писать в видеочате на портале mixnews.lv у нас сегодня в студии президент Клуба защиты окружающей среды Арвиц Улме. Вот по поводу акции молитва, может быть, немножко расскажите про нее, когда планируется, может ее провести, сколько людей вы планируете привлечь? Ну, мы эту акцию, которую вот 30 лет ровно в 87-м году провели, и как раз сейчас это такая дата, что мы хотим в этом году тоже, мы каждый год эту акцию делаем. то есть оно уже ежегодное такое? Да, это и венспилс, там все лепые, там саукрасы, ну, везде, все, где возле моря, можно выйти, там выходим на берегу моря, ну, этот вопрос, это глубокая экология, этот вопрос, чтобы вообще люди так сходили вместе, ну, чтобы, я думаю, такая очень хорошая, хорошая такая акция, чтобы привлечь внимание наше море, и этой причины, почему она умирает, и, и как раз, ну, я в Риге, мы думаем, Болдырая, эту. На пляже где-то? Да, на пляже пригласить людей, вот, там, после того мы будем или, такой, как концерт, там, стихотворение, песни, там, и поговорить, что мы могли, что делать, как делать, какой следующий акций, что надо, ну, так, чтобы эти люди как-то, это такой способ, чтобы люди пришли, друг к другу познакомились, и чтобы, ну, сказали, что надо делать, что еще может, что мы можем, ну, вместе сделать, чтобы улучшить эту ситуацию. Ну, вот по поводу моря более-менее понятно, а вот как оцениваете чистоту наших пляжей на сегодняшний день? Вот, с начала июля в Латвии началась вновь экспедиция под названием Мана Юра, или Мое море, да, во время которой вновь планируются очистить рижские пляжи, и вот организаторы этой экспедиции отмечают, что территория пляжей в Латвии очень засорена, однако мы по их словам редко обращаем на это внимание, вот, на ваш взгляд, почему ведь все летом на пляж выезжают? То есть, вот как вот можете оценить чистоту наших пляжей? на пляжей, на пляжах, на пляжах, которые в городах, где есть эти местные заветы, они как раз там довольно там столики там есть, и где мусор, и я думаю, что это, они заинтересованы, чтобы люди там вышли на пляжи, чтобы они приехали, там, не только в Юрмале, но, но, и в других, и так я, я так не могу сказать, что там очень засорено, ну, я говорю, люди после себя оставляют, вот, бутылки, пластмассы, там, все, но это, это именно есть вопрос, о чем мы хотим, хотим говорить, и надо друг к другу, вот, когда видишь, что, вот, он выбросил и пошел, ну, надо, так сказать, ему сказать, вы что-то там забили, вот, у вас что-то выпало, или, или как, но, надо, надо как раз, вот, как клуб защиты среды, мы не можем там никаким, мы не законодатель, мы не полиция, и так далее, но, но мы можем как раз людей, ну, поговорить с ним, далее, даже, многие даже так не подумают, ну, и что, выбросили там, или что, если много людей, каждый понемножку выбросит, там, окурок, там, то, то, потом, уже не захочется, там, другому прийти, это, и поэтому, я, самое начало говорил, это такой вопрос морали. А вот, если говорим не о море, а о пресных водоемах, вот, как можете оценить частоту наших рек и озер, насколько они безопасны? в реках, в реках самое опасное, это сельскохозяйственное, это, это, зацеление, которые, да, и их, эти химикаты, и, и вообще, и вообще, мы, как клуб защиты среды, уже, там, в 90-х годах, и ехали по всей Латвии, и как раз говорили о том, что надо менять этот, надо менять сельскохозяйственную политику, и надо, сто лет тому назад, Рудолф Штейнер, как альтернативу, ну, биологическое сельскохозяйственное, придал, ну, познакомил с биодинамическое сельскохозяйство, и биодинамическое сельскохозяйство, там, не принимает никакие там, там, такая химическая вообще не было, были только биологическая, а сейчас думают, что биологическое сельскохозяйство, как вариант, чтобы, вот, не зацарали, там, реки, или еще, но, это не так, поскольку эти животные, тоже, они, это все равно, эта земля, все, земля ухудшается, ухудшается каждым годом. Если мы говорим, что море умирает, но, если, так, по-серьезному относится к мать-земле, тогда мы увидим, что и земля, сама земля, как такая, она, этим химикатами, ну, чтобы только выросли, выросли, а они уничтожают жизненные силы. мы как будто кушаем, но мы не покушавшие, потому что этот продукт, он как будто там все там по стандартам, но у него нет, так сказать, жизни, да, ну, ну, рано или поздно, но на этот будут, придется человеку менять, менять, и начинать восстановление почвы, ну, самой земли, чтобы она стала живая, не с помощью химиката, который, ну, не растит там фосфора, там, то, то, чтобы там только выросли, а все эти фосфоры, все эти слабы, как-то, все они в реках, и так далее, далее, море, и озеро, и все, у нас осталось немного времени, хотелось бы обсудить еще, вот, вспомнить недавнее событие, вот, как ранее сообщалось, в конце июня в Улайне, ночью произошел пожар повышенной опасности на территории предприятия по утилизации отходов, и на территории находились химические вещества, и напомню, вот, что наша новостная служба следила за ходом событий, у нас люди в комментариях жаловались, что не могли ночью получить никакую информацию о происходящем, да, ответственные службы об этом ничего не знали, и только утром появилась официальная информация от Государственной пожарно-спасательной службы, вот, в частности, как свидетельствует информация на сайте вашего клуба, вы написали открытое письмо премьеру в связи с этим случаем, да, вот, как вы расцениваете этот случай, что нам нужно сделать, может быть, на государственном уровне, чтобы в случае таких ситуаций оперативно предоставлять информацию людям, потому что была паника, люди не знали, что думать, был едкий запах, да, и, ну, то есть, и нигде не было никакой информации. Да, мы тоже насчет не только мусора, но и этих шин, ну, это отдельный разговор на улице Старта, который в центре в Риге, если, ну, так сказать, где только идешь, там есть очень такие вибрации такой, которые опасны, если они поджигают, кто-то будут поджигать, да, ну, мы как раз обратились к премьеру, ну, еще там будут созвать рабочая группа, которые там будут, все эти министерства и будут вырабатывать как раз этого, этот, но в данный момент у нас еще нету ответа от этого, только то, что они благодарны, что мы им написали, что они будут созвать это, и что мы будем вырабатывать эти законы, чтобы действительно так не было, что там ведут взрывы, пожар, люди не знают, что думать, или выехать, или не выехать, или кто-то приехал, сказал, ну, нормально, все нормально, закройте окна, если то, что творится, то здесь тоже, ну, порток, где эти, эти, тоже, когда корабли приходят, и там, там уголь, и все, и все это, ну, ну, как раз, я думаю, что это то, улайн, чтобы это будет еще одна причина, что, что будет создавать такую специальную, ну, как сказать, зеленую полицию, или как ее они будут назвать, которые, которые будут, будут все эти случаи, сразу, у них будет не так, как улайн, женской полиции, они не знают никакие химии, не у них такие аппараты, ничего, они там звонят какой-то БВД, там тоже они все спят, все, никто ничего не знает, ну, сейчас, мы хотим, чтобы была такая, ну, такая служба специальная, которая таких опасная, чтобы они приехали ночью, все равно куда, и все сказали, что делать, что, ну, но нет такого, да. Ну, то есть, нам бы следовало создать какую-то службу, что-то типа зеленой полиции, которая, где бы специалисты могли бы оперативно выехать. всем оборудованием, все, что они могли выехать моментально и сказать людям или эвакуации, или что делать, или как. Ну, у нас же есть еще, то есть, служба защиты окружающей среды, в принципе, которая этим занимается. Да, Валдс, Видес, Денас, у них есть инспекторы, да, их вообще, ну, это очень жалкие, так если сказать, институции. Им платят зарплату как уборщик. А, то есть, маленькие зарплаты. Да, и не хватает там людей, очень большие требования, большие риски. Не так просто бороться с этим загрязнителем, да, там большие деньги, там да, ресурсы большие. Ну, их как-то кому-то выгодно, наверное, чтобы не было такая ну, я думаю, сейчас будут все меняться и очень надеемся на премьеру, поскольку он будет менять эту ситуацию. Ну, а, кстати, а где гарантия, то есть, если у нас в госслужбе среды такая ситуация, где гарантия, что не будет также в той же самой зеленой полиции? Ну, гарантия, я думаю, в том, что будут нормальные оборудования, нормальные зарплаты будут, ну, да, все машины или там, ну, все будут выделены, если будут выделены средства для этой службы, не только для, только, чтобы поставить галочку там, но в самом деле тогда, и, ну, гарантии, то гарантии, если одна из гарантий, чтобы общество требовало, чтобы она была, он, чтобы этот... Да, наше время подошло к концу, это была программа «Разворот», в студии у нас был президент клуба защиты окружающей среды, Арвилд Суме, спасибо, что пришли. Спасибо, что пригласили. Да, программу провела Алиса Прохорова, помогал мне звукорежиссер Евгений Копеин, всем спасибо, всего доброго и до свидания. Продолжение следует...